Старые проблемы в новых районах. На заседании комиссии по ЖКХ общественной палаты региона обсудили ситуацию, которая складывается вокруг саратовских новостроек. Члены общественной палаты отметили, что из-за постоянных изменений в нормах градостроительства в новых микрорайонах зачастую нет уличного освещения, нормальных дорог и инфраструктуры вообще. Строительство домов начинается до утверждения плана благоустройства окрестностей, а ведь необходимы остановки общественного транспорта, школы, детские сады и магазины. Особое внимание общественников привлекло Усть-Курдюмское шоссе, вдоль которого идет активная застройка. Это направление, по мнению экспертов, абсолютно не готово к новым жилым микрорайонам. Там нету ближайшей окрестностей пешеходных переходов. Тут тоже надо было продумать. И продумать не просто нарисовав зебру. Мы все понимаем, что не всегда зебра дает ту безопасность для пешеходов, которые необходимы, но и, возможно, светофоры, возможно, лежачие полицейские или другие способы. Другой важной проблемой остается уличный свет. На данный момент не освещены Блинова, Исаева, Лисина и Панченко. Дело в том, что проекты строительства не обязуют застройщиков выполнять работы по освещению территорий за пределами дворов. Поэтому эти участки остаются бесхозными. Члены общественной палаты уверены, что правовые документы должны оформляться таким образом, чтобы исключить подобные ситуации.